всем привет вы снова на канале любопытный мишка заяц с нами матильда ну немного отдыхает вы на канале о пеших путешествиях мы исследуем республику кыргызстан за последний месяц мы обошли ссыкуль около 500 километров и сейчас держим путь в сторону ош юг кыргызстана вот приближаемся к поселку качкорка можно так сказать там осталось около 30 километров вот и посмотрим что у нас там на юге кыргызстану творится что погнали отлично все равно что как идете да ничего же отлично довести туда сколько дней уже идете на где-то месяц день 25 километров ходить ну примерно я читал я удар стал говорить 25 километров ходите надо фотографии видео утром сегодня видим что вы говорите вот находит я думала они чуть-чуть а вы откуда я вот железнодорогу строй здесь да он ничего себе у нас тут смотрите у микро здесь связи не у меня связи нету мы вон там как утром я видел на базе интернете читал про вас ничего себе так поместились прикольно спасибо ребята удивительно чем помочь то мы еще можем кого-нибудь с собой взять конечно надо как-то развлекаться ладно все спасибо да да прикольно надо же как приятный заряд бодрости с утра да а есть реально интернета нет я что-то только сейчас осознал что сказал мужчина про железку мы еще вчера идем думаем странная насыпь зачем такая странная дорога сверху железка классно да да железнодорожный раз он еще обещал воду электричество наладить как раз пока идем посмотрим что изменилось потому что в некоторых селах воды не особо вот этого по времени то что показывали и с электричеством бывают перебои а так мы классно железка конечно наверно даже еще круче хотя вода электричество тоже нужно здорово так встретить кого-то честно вот за бугор дороге зайдем и там будет классная штука природная такая можно сказать до 100 примечательность кажется на нее тоже заезжает ну как отдельно вот сейчас дойдем и покажем и так мы официально покидаем из цикульского область нас провожает олень и попадаем в качкорский район кошка лениздар на рынская область и смотрите что там за штука ты ты ищ разлив реки чуй нас встречает красивый просто чу-чу да чует произведение искусства это мы просто входная табличка как сказать вообще-то ну красиво пускай будет овечки попили уже пошли обратно есть вот железку строят вторая новый район новое приключение на он там река овец потекла через дорогу что интересно довольно большое стадо ну так голов 200 точно а по счетах пацан на ослике ну больше не меньше 200 такое приличное на берегу стоит какая-то конструкция ездили подумали сначала что это может даже какой-то гостевой дом что там какая-то арка еще что-то пока вообще совершенно непонятно у них есть свой пирс может с лодками до деревья на карте никак не обозначена ну шатровая да может ее накрывают получать она покушать сюда с красивыми видами может быть летние такое кафе заезд по карте рисуется дальше интересно но вообще очень красиво как горы подступают так на это заведение ведет дорога но ничего не понятно рыбы нет карантинная зона что значит непонятно главное что это единственный съезд мы думали спуститься может к воде там позавтракать хотя бы что ли а здесь вот все такими отвалами загорожены непонятно как это сделать нашли какой-то съездик наконец-то вот спускается к озеру не знаю что там придумали с карантинными историями нигде нет знаков водоохранной зоны думаю это какой-то просто просто так какое прозрачное здорово потрогать ну такое борное ну как высоко ли в принципе такая же примерно температура но выше это намывает а вот этот ну да тут тоже мусор дофига видимо это не водоохранная зона красота давайте ждем я вас тоже сниму тогда на память следующий ролик это вы разметку делаете да а парапет классно супер а вы откуда качкорке да о классно давайте сфоткаемся сейчас выдавать наверное я отъеду чтобы они нам не мешали машины вот сюда давайте ага счастливо спасибо о нас смотрят в качкорке удивительные за день двое да что за небывалая слава да прикольно но приятно когда есть отклик позитивный на этом разливе по сути везде все смотровое но вот конкретно вот здесь отмеченная как смотровая . возможно связано с тем что видно а за прудину небольшую снежную шапку на противоположном берегу вообще из цикуля ну вот тут закрывается вид не знаю почему с вами трава я ну красиво ну здесь и везде красиво в общем иногда можно не обращать внимание на какие-то точки локаций потому что они могут быть где угодно заметили на подможье мужчин копающихся в камнях интересно что они делают да оказала действительно археология курганы это че курганы ничего себе там а это как ничего что я прикольно а этого как студенты или как заканчиваете да вы сами выбрали вот это место или сказали вот есть такая локация а потом да прикольно осадский период это какие времена 8 по 3 а ну то есть это в принципе на 1 начало до нашей а это вообще такая история офигеть прикольно ясно спасибо да да и заказались археологи до копают курган 3 8 век до нашей эры обалдеть да а они только начали они вот одну яму выкопали сделали ну как бы разведку сделали вот ищут пока копают интересно заканчивают археологический да уже последний видимо как мошку конкурсовая до этого была разведка сейчас уже раскопки и говоря здесь ну в принципе довольно много курганов и там и тут вот просто еще и даже разведку не делали ладно потопали крутик да вещи обалдеть идешь такое здесь такие древности да здесь даже получше смотровая в общем эти геологические раскопки там же можно вот ну не помню там слышно было что можно будет тоже еще и посмотреть когда я все раскопают в общем где отмечена смотровая вот сразу здесь в камнях будут эти ямы норы удивительно сложная работа но наверное безумно интересно когда-то вдруг что-то нашел не знаю может здесь кусок а может у скоро не но обойдут как-нибудь стороной проблем это вот не помню видно ли как там этот молодой человек копал эту яму он копал геологическим молотком а это вот такой вот маленький молоточек то есть ты просто долбишь по роду я не знаю сколько не у копали это же такая гигантская яма и молотком геологическим это вообще какой-то видимо я не спросил ну скорее всего да всем таки ну коровы пасутся коровы подошли ближе на это яки я бы тоже увидел что они странные какие яки это вот напротив на горе я даже не знаю видно или нет она одного цвета с горой такое небольшое хозяйство с него прямо в основании горы какие яки хочу я как они классные у них рога такие красивые и они пушистые можно мне кажется шерстью якой и матильдиной прикинь какой ковер свалять обупенный я так кстати не показал зрителям наш классный ковер на котором я сейчас очень теплый из матильного шерсти потому что мы же профукали одну пенку я профукал лично и его забрал из цыпуль бури а интересно малыш и симпатичные классно я то думал мы только вот где-то ближе к югу совсем или по миру яков встретим они вон они уже тут вот они крутик ну кстати дети не какие-то маленькие этого они до крупнее должны быть но они такие же были да интересно потому что яйки которые в этой в тундре они прям здоровы и ладно посмотрим запомнил вот такие тут я не какие будут лишь шикарная дорога здесь мало машин она острый супер-пупер дорога да какой какой то если вы катаетесь по из цыпуля но на юг вы не собираетесь здесь хорошая вообще еще интересная дорога она здесь делает петлю около этого я чуя вот эта дорога серпантином выходит на трассу который идет до токмока и соответственно я в другую сторону поворачивает на балакчи вот можно сделать такой небольшой заезд есть наверно получится ну километров ну не знаю на меньше 100 это очень красиво доп локация такая и с этой дороги должны быть тоже очень красивые виды мы повернем налево хозяйка остановилась предложила закинуть вообще он прям до уши едет в сторону уши когда я хоть немножко подвезу нет мы же гуляем какая красота как ее можно проехать мимо да сейчас будет как интересно мы прошли даже меньше 15 километров ну 14 ну можно может 15 до а уже столько всего посмотрели офигеть да столько впечатлений за этот пружиточек людей кого эти геологи археологи яки озеро не озеро как она разлив за пруды вообще шикарно обожаю такие дни и они практически каждый день таки ты вот начинаешь идти и возникают ситуации которые ты и вообще предвидеть не мог что тебе готовит новый день до это кого-то такой ничего себе мы такого даже не думать не думали да поэтому вешать путешествие предоставляет такую возможность сделать каждый день незабываемо классно да очень красота интересно когда вот так вот прокапывают глубь скалы дорогу можно заглянуть как будто бы вглубь скалы например если ты смотришь на холм и думаешь интересно что там внутри а потом что смотришь а вон она как выглядит интересно да но сам же не докопаешься чтобы посмотреть на такую глубину какая интересная из-за поворота открывается новые виды и сюда еще разлив продолжается оказывается я думал он тут уже заканчивается а нет ой 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 еще один поворот и вырисовывается на горизонте снежные шапки вот этот цвет неожиданно да так сухо-сухо жарко и вдруг снежные кида дичь и вот потихоньку кстати второй переходит в реку уже если вы не знаете куда деть старую елку отличная метелка и здесь еще на этой реке смотрите она значит видимо разлилась деревья такими шапками красивыми растут по руслу с той стороны хороший автомобильный заезд и вот люди кто на донку ловит кто-то вон на спиннинг мужики на лодках по кустам шарятся здорово интересно что ловят ты чего лежишь на дороге иди домой куклу тепло хорошо отдыхают так примерно куда на рынок 135 кстати не так далеко карасу 193 верблюдик а не знаю может это шелковый путь и элемент вы шелкового пути дорога точки какие-то контрольные но здесь все шелковый путь по сути в том числе начался какой-то ущелье с рекой внизу но туда не спуститься мы все хотели привел сделать жиро адская собак немного подустала но пока особо как-то не получается ух ты называется выбираемся из ущелья и попадаем в какую-то долину снежные шапки какие-то просторы между горами речка журчит на выезде вот из ущелья есть такой пятачок а ну а там вроде осталось только одно кафе было несколько даже пяточек я бы сказал вроде бы она даже работает и пост дпс интересная надпись свободно экономическая зона на рынке интересно как это на свободно экономическое а 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 вот но сейчас в качкор а потом ложь на удачного ряд хозяйств но это еще никакой не поселок ух и в какую же зелень мы попали не понял сейчас пройдут машин сами с бэй бэй какое-то интересное название действительно необычный рассказал да может что там матильда исключительный любитель асфальта не знаю почему мне кажется на камнях попрохладнее идти на прямо чай фанатеет до стал еще жарко ладно потом будет попроще что-то нововыстроенное флагшток юрты большая огороженная территория на карте непонятно что это такое совсем видимо новинка так кто это такой территория пока закрыта человек на троне армон хан 1792 1854 какой-то новый туристический кластер построили интересно даже возможно а это с туалетом да такая большая заезд и парковка что-то видимо будет для экскурсионных групп интересно что вот мы уже подошли к поселку села 7 из был да вот на карте он кстати числится 7 из отдельно и пель отдельно а здесь как слит на д ну необычно все равно звучит очень я рассказал после сел из цикульской области там как-то вот они на один лад а 7 из был тут тадам так резко отличается какой непонятный сад среди ну как будто он прям до такая вот почва глинистая каменистая как из бетона торчат не травинки ничего только деревца и мало листьев много-много глины и мало листьев интересно это как плодовые ягодные ли что это или просто для высушки вот этих территорий высадили да потому что по виду как будто бы это все иногда заливается а потом высушиваются на входе расположены кладбище и интересно сохранившаяся мозаика остановки олени на фоне гор скачет куда-то обожаете остановки и вот такие магазинчики я люблю тоже да жалко они зачастую уже не работают но выглядят они замечательно вот тоже магазин был а он такой видимо большой универмаг здесь у нас но не очень что-то симпатичное но необходимое да так важно то что сразу в селе до долина реки такая красивая зеленые сады сейчас мне расскажут обойтись у тебя ага, да мы сейчас ну набирали воду в колонке у меня дедушка проводил у него там у соседей колонка ну у него тоже есть ну просто вот сначала набрал теперь пойдем посмотрим сад ну пойдемте посмотрим сад а мы как бы немного доробимся я думаю ну и с одной стороны бежать не хочется вот и ну посмотрели там сад, огород, картошку сажают мы говорим теперь пойдем в дом я говорю нет правда уже время такое нам нужно из села выйти и найти место там под палатку там ну объясняет что спасибо большое но вот и он меня чуть ли волоком туда не изогнал он говорит мы очень гостеприимные я говорю я вижу вот в общем так тоже эй а? приятно да елочка свежая смотри высадили, да? красиво здесь конечно расположено село ну собственно и все маленькое симпатичное приветливое село зеленое и и теперь до качкорки в целом остается не так далеко сколько километров шесть наверное да? пять пять ну идет так привет вот ну заселяться мы уже пойдем завтра сегодня отдохнем на природе еще и интересная старая могила кажется мы таких еще не встречали холл в холме кидаем но чтобы они внутри еще с окошками пустые были подкрались здесь незаметно тюленчики такие у нас тут на берегу да ладно не парься лежи дальше ну сразу неподалеку находится рыбное хозяйство коро дубо форелевая живая рыба там у них даже есть я так понял отель я думаю мы сейчас туда и пойдем ну не сам отель мы видели что там есть своротка и можно покемпится где-то рядышком и выглядит довольно внушительно на гугле странно низкий рейтинг не знаешь почему там ну вообще и комментариев особо нет кто-то видимо тяпнул им что-то видимо не понравилось кому-то может конкуренты могут быть так новенько и симпатично я бы сказал и ну а ты представляешь какой здесь отличный вид со второго этажа просто шикарно смотрите да да если все удастся если я правильно посмотрел карту здесь должна быть шикарная полянка у них также есть там юрточный камп так проезжаем сейчас заезд парковка ресторан зеленая лужайка которую мы хотели сейчас оценим не сыр а как эти беседки юрточного типа да здорово не сыр или в излучине реки ой здесь как то круто ватенькой да круто ватенькое непонятненькое ты-ты-ты-дыщ á называется есть даже полском ну в принципе впуститься можно если смысл о я вижу сырый песок пойдем сейчас там вот посмотрим немножко блин вообще крутой ресторан ладно пойдем на разведку но прям до центра качкорки осталось нам приблизительно 6 километров даже чуть меньше а в общем поставили палаточку в таком месте замечательном как раз около этого ресторана гостиница что-то в комментариях нас спрашивал расскажите что вы едите ваш палаточный быт и все дела что мы едим рубрика такая на вечер мы едим миску салата чаще всего сейчас пост закончился и мы разбаловались колбаской я да к сожалению я большой любитель колбасы а здесь моя кухня и сегодня на ужин макароны с тушенкой да но мы едим так вообще не каждый день так чтобы готовить да а так мы внув пост чё у нас там консервы булка главный ингредиент нашей кухне точно забыла сказать без неё теперь уже и жизнь не мила это местные булки хлеб лепешки все что только может быть особенно бурсаки да мы тут больше как-то на хлебе я все раньше переживала когда у нас вода заканчивалась это прям было такое ухо нам нужны запасы воды хлеб заканчивается нам нужны запасы хлеба вот но кстати как нас предупреждали здесь достаточно ветрено да и сейчас тоже ветер но тепло пока да вообще жара я бы сказал даже просто продувает немного я думаю сейчас даже разденусь на солнышке что еще из интересного вон там бежит вазан по крайней мере так вин его назвал но пока идет да по мне так это какая-то курица с большим хвостом но мы уже так увидели да ну просто тут был какой-то шустро этот такси какой-то медлительный а вот побежала ну да вот еще кусочек нашего бытов развлекаемся как можем да романтические вечера когда закончили войну да как сели мы на родине в плену и скажу перед сном ну что доброе утро провели на этой полянке еще один целый день вчера соответственно новое утро мы переехали с лужайки в итоге на поддон потому что на нем суши ночью река немного разливается приходит сырость и в общем нам предоставили эту чудесную поддончик вот коровки пасутся сходим еще я думаю сейчас соберемся на саму фазенду отель комплекс не знаю даже как назвать потому что там и большое хозяйство вообще шикарно вот проведем маленькую экскурсию прекрасно пообщались хозяином вообще приветливые мужчины брон он даже предлагал пожить в гостинице потому что он все равно сейчас пустует не сезон но мы решили чуть поближе просто к природе воспользоваться его предложением по поводу поддона вот а так ты вообще прекрасно просыпаешься солнышко и красота да . что пойдем сейчас гостиница состоит из основного корпуса двое большие юрты хозяйский дом там большая такая усадьба хозяйства вот здесь же парковка там это офис и коровник из интересного это находится вне территории есть две панорамные беседки покажу вот это поближе круглый стол да да больше это меньше здесь сад яблоньки растут абрикосы из не такого особенно интересно вот это вот здание это будет летняя гостиница еще не за не достроена тут еще работы идут смотрите под крышей мини сад такой сделан общая кухня здесь вот а вот это это все баня там получается ну начало для всяких посиделок и внутри банная комната вот такой интересный отель не только а вот это здание похоже на ресторан но ну как бы так подразумевается но в данный момент сдается под банкета снять целиком на сутки для проведения банкета стоит 50 тысяч класс да тебе понравилось это внутренне да очень интересно сделано и там еще устроится там вот стройка идет тоже будет на летние летнее жилье потому что вот этот большой домик он отапливается здесь и зимой можно жить а эти будут чисто подлета вот с прекрасными видами ладно что пойдем дальше до качкорку что входим в качкор иногда употребляю слова качкорка поскольку ну и на картах так тоже на некоторых написано еще заяц уточнил и что также встречается качкор а то в общем три варианта на любой вкус и цвет не знаю мне почему-то качкорка больше нравится ну какой-то он такое веселенькое на въезде несколько заправок но речь не о них это я подумал что мы делаем с мусором вообще стараемся вот на таких вот больших заправках типа как газпром нефть выкидывать потому что у них есть контейнеры большие они точно куда-то его дьют не даже есть раздельный сбор поэтому стараемся вообще мелких поселках ничего толку не выкидывать донести до бумагу различную когда есть возможность сжигает просто в кастре ой смотри это какой-то жилой комплекс на ресторан такой я смотрел беседки 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 да пару корпусов и какой-то еще зал с панорамными окнами школа раз широкая вообще улица основная но пока смахивает на такое обычное тихое небольшое село да я рассказал только обилие машин выдает что здесь какая-то движок и еще будет но довольно протяженный мне кажется красивые дирекца зеленые зоны широко печать есть даже баня микрос как вот не часто встречаются да да где-то видели вот сейчас была баня но она скорее больше сауна в комплексе аккуратно аккуратно часто тяну еду она же так быстро не останавливается привет привет где и что где новых собаки да интересно и можете погладить она не кусается она добрая нормально она как овца аккуратно смотрим на дорогу привет салам веселая собака да вы со школы да учились одни хорошо мы думали выходной может еще сделали часть праздника ладно интересненько что за здание да ленин то и вот я вижу что ленин есть а может какую-то административное здание строит ясно большая какая без казан чай касаны гипермаркет азия большое еще хаббат кафе что там у нас качкор форель кафе еще какое-то кафе в общем то есть такой пятачок прям так усилились такой вот краскаус тут еще немного стройка немного в ремонте и делается но уже кое-что готово береги-то комнатки на втором этаже это я тут уже немножко стаскал в общем шкаф две кроватки ну там достаточно просто 1 розетка и правда всего одна но в коридоре там еще полно розеток можно зарядиться кроватки такие как эти такие под матрасы ну а сам поселок качкор покажем отдельным видео вот так что потом у нас тут план какой мы здесь немножко поживем поработаем затаримся и пойдем уже в горы надеюсь пройдем к озеру санкель вот так что будет интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки и увидимся